Вы смотрите постшоу проекта «Спасите нашу семью». Мы продолжаем говорить о том, как сохранить семью, если муж иностранец. Когда женщина выходит замуж за иностранца и уезжает жить в его страну, сохранить близкие отношения с семьей и друзьями бывает тяжело. Нашей героине осталось жить с мужем в Украине. Но при этом Марк не хотел, чтобы она поддерживала контакт со своими родными. Внимание на экран. Так тебе сказали или как? Ну там придешь, ты там ничего, ты там меньше, чем воздух. Ну и он взагалі с нами не спілкуется. В принципе, как бы дейсно змінилось там далі ставление до нас, змінилось ставление до Оксани, как бы он став там іншою людиной, это бы дейсно здивало. Но что-то мало верить, если честно. Тяжело было принято решение, как дальше. Ну, в конце концов, я туда еду, потому что хочу спасать наша семья. На русском, да? Не, я на українську. Ну то, что ты все равно знаешь, что я хочу тебе сказать. Ну ты не ферштайн себе, я себе скажу. Ну и к ферштайн. Значит, ты только за себя думаешь, потому что к ее приедут, а к тебе не приедут. Ну, хорошо, вот закончимся и все. Привет, моя сладенькая. Привет, Оксана. Какая же она у нас красивая. Раньше всегда, когда родители Марка приезжали, как-то для меня было очень сложно найти как-то общий язык. Как-то не было никакого практического общения. В этот раз это было впервые, что мы без Марка. Привет, Новик. Давно с тобой не виделись. Ой, немецкие подарки. Да, раз приехал, надо что-то и привезти. Такого в Украине вы не найдете. Раньше Оксана никогда не говорила со мной так много. Мне казалось, она плохо ко мне относится. Но сегодня я была поражена. Оксана говорила со мной на немецком языке. Может, в этом была наша проблема. Раньше всегда переводил Марик. Марк, почему вы были против того, чтобы Ксения общалась со своими родными? Речь не идет об этом, ли я против общения, да или нет. Речь всегда об этом идет. Сколько время потом будет для нашей семьи. Да подождите, как не идет речь об этом, если вашу дочь, бабушка, мама Ксении увидела только благодаря нашему проекту. Правда, Ксения? Нет, не правду. Один раз мы были, когда я была беременна, проездом. Ну, ребята, я так живу. Принимайте меня, какой как есть. Марк, вопрос в другом. Почему вы против, чтобы Ксения общалась со своими родителями? Я не против, что она общается, но я против, что это идет на наше время. В этом проблема. То есть, если бы она уделяла тебе время достаточно, то пусть себе общается с родителями. Да. Во. Вы простите меня, вы как два идиота с Ксенией. Вы долбитесь друг об друга, лишая тем самым детей и тех бабушек, и тех. Ведь это совершенно два других мира, которые ваши дети могут вот просто так повидать. Не у каждого в Украине ребенка есть такая возможность. А вы их этого лишаете. Но я этого просто не понимаю. Нет, с немецкими дедушками и бабушками вот мои дети как раз достаточно общаются. Очень достаточно. Три раза в день по скайпу. То бабушки приехали, то мы туда поедем. Вот так. А к моим? Ну-ну. Марк, а почему вы против, чтобы Ксения общалась со своими родителями? Это же не семья. А что это? Это родители. Это же по-другому. А они не семья? Нет. А кто? Своя семья это жена и дети. А родители это кто? Это родственники. Давайте позовем родственников. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня у нас в студии родители Марка. Встречайте. АПЛОДИСМЕНТЫ Фрау и Гер Луц. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу присаживайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне интересно, Дмитрий, а Марк родителей своих тоже родственниками считает? АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сейчас узнаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Марк сказал, что родители это не семья, они родственники. Семья это жена. Вы как считаете? Вы родственники Марку или вы все же его семья? АПЛОДИСМЕНТЫ Я не разделяю его мнение. Для меня семья это все члены моей семьи. И родители тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ А как вы относитесь к тому, что Марк вас не считает своей семьей? С моей точки зрения, семья это родители и дети, и внуки тоже. Что вы скажете по поводу того, что Марк запрещает своей жене общаться со своими родителями? Я не могу себе представить, что он это запретил. А если бы родители Марка не видели этих прекрасных девочек? Если бы Марк запрещал возить и показывать... Если бы Ксения запрещала Марку. Да! Общаться, возить. Если бы Ксения запрещала Марку возить деток и показывать родителям Марку. А ты почему? Нет, как бы вы себя чувствовали? Нет, подождите, ты меня никогда не разрешила. Это всегда Барт любил. Марк, ну ты же не разрешаешь? Ты едешь в одном ребенок. Ты включаешь скайп. О, бабушки, Надя, пошли. Ну включай тоже скайп, пожалуйста. Ну я не виновата, что в нашей деревне нет интернета. А я виноват, что у вас интернет нету, спасибо. Боже мой, ну неужели родители не могут Марку объяснить, что девочки должны видеть и нас, родителей, и других бабушек и дедушек. Это же все семья. Ну как, я не понимаю, ну как? Нет, я не хочу с этими людьми встретиться. Где отец? Уходи от него. Уходи от него, все, бросай его. Ксюха, ну что делать? А может быть Ксюха хотела поехать туда, в Германию, не получилось. Конечно, не получилось. А Марку нужны были дети. Дети теперь есть. И они теперь ничего не могут поделить. Да. Любви нету. А сейчас вообще, что попало? Знаешь, каждый у нас в Украине. Я могу спросить, кто это так кричит? У меня хотят спросить? Мужчина, который знает толк, что такое отец, что такое мать, что такое дети, что такое бабушка, дедушка, что такое семья, что такое любовь, что такое счастье и как надо жить. И если вы родители, у вас же прекрасный сын, он веселый, добрый, успешный, и у вас прекрасные есть внуки, подскажите ему, научите его, объясните ему, что семья это все. А как вы относитесь к тому, что ваш сын запрещает своей жене самореализовываться? Не позволяет ей развиваться, заниматься рукоделием, ходить на какие-то кружки, ходить на йогу, встречаться с подругами? Как вы к этому относитесь? Я была бы рада, если бы моя невестка развивалась, учила немецкий и расширяла кругозор. Это не обязательно должна быть йога. Так она этого хочет. Ваш сын ей это запрещает. Моя невестка всегда говорит, что у нее мало времени. Когда у тебя мало времени, надо расставлять приоритеты. Если ты замужем за немцем, ты должна знать, что появятся дети, и чтобы их растить, нужно знать язык. Кроме немецкого языка, у Ксении есть желание развиваться. Еще в других сферах. А ваш сын запрещает это делать. Приоритет немецкий язык. Вот когда она его выучит, и у нее будет время, можно будет и на йогу ходить. Хорошо, я понял. Обалдеть. Ну, давайте, зачем здесь мучаемся? Если тебе так плохо, принимай решение. Вы о каком решении говорите сейчас? О каком решении? Ну, если она не может со мной жить, но... Так это не она с вами не может, это вы с ней не можете. Нет. Смотрите, ей надо ходить на йогу, встречаться с подругами, приглашать их к себе домой, устраивать девичники, ездить к родителям, приглашать родителей к себе. Вы с этим смиритесь? Вы с этим смиритесь? Нет. Так это вы с ней жить не можете, принимайте решение. Марк, а если она примет решение, чтобы вы расстались, что будет с детьми? Вы детей захотите забрать или оставить ей? Я буду до последней капли крови. Что? До последней капли крови что? За дети воеваться. Детей не выпустят из Украины в Германию просто с папой. Для этого нужно согласие мамы. Так вот, подумайте, прежде чем здесь из себя строить такого, принимайте меня таким, какие вы есть. Вы вступили в большую лужу дерьма оба, когда перестали понимать друг друга. И сейчас вы в эту лужу дерьма окунаете ваших детей. Так вот, я как адвокат не позволю вам это сделать. Я сейчас проконсультирую вашу жену после передачи, для того, чтобы она вот вам детей отдала в Германию. Они будут жить здесь. Овации овациями, но вот если просто говорить о фактах, то они следующие. Для того, чтобы вывести детей в Германию, вам нужно разрешение вашей жены. Она его вряд ли даст. Ну, это понятно, да? Это первый факт. Второй факт. Если дело дойдет до суда, в суде с вероятностью 90% предпочтение отдадут матери, как тому, кто будет воспитывать детей. Ну, это та данность, которая есть. И вы это должны понимать. Миша, а как-то можно себя обезопасить женщинам, уезжающим за рубеж? Ну, официально. Ну, брачным контрактом, безусловно. Брачным контрактом. Это некие условия, о которых пара договаривается заранее. Но, когда пара, заключившая брачный контракт, судится на территории любого государства, предъявляя этот брачный контракт, они как будто суду показывают, что вот что он мне обещал, и вот что есть сейчас. То есть это уже не только ее слово против его слова. У нее есть определенный документ. И я тебе скажу, что по статистике обычно суд учитывает то, что муж раньше обещал женщине одно, а сейчас говорит другое. И как минимум уравнивает их права в этом бракоразводном процессе. Я всегда переживаю о том, что чувствуют дети. И не важно, живут родители вместе или нет, для них важно, чтобы мама и папа могли нормально общаться. А мама и папа не смогут нормально общаться при позиции «я такой, какой я есть». Каждому надо немножко уступать. И я вам вот искренне желаю, чтобы вы поблагодарили друг друга за то хорошее, которого было много в ваших отношениях. И с этого у вас может начаться что-то другое. И в твоем случае, Марк, к тому, чтобы она стала хотеть тебе нравиться, хотеть что-то делать для тебя. Не потому что она должна, а потому что ты ей нужен. Тоже надо что-то делать. Маленькими шагами. Тем более, что ты, Марк, это делать можешь. Я ведь знаю, что тебе не очень импонирует украинский язык и украинская культура. Но, тем не менее, ты же смог это сделать. Смог преодолеть это, потому что знал, что для Ксении это важно. Помнишь то, о чем я говорю? Давайте посмотрим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 На протяжении недели Марк втайне от жены занимался вокалом и учил слова песни. И вот настал день концерта. Будешь после обеда и вечера обедовать. Будешь отдохнуть. Можешь и кого-то приглашать. Был черевный конвертик. Те, что мне не хватает завжди. На концерт сходить, шиноним Матвиенко. Никто не думал, что он так для меня сделает. Но очень-очень приятно. И очень рад. Ксения поспешила на встречу с подругой, а Марк, воспользовавшись ее уходом, вызвал няню и отправился на генеральную репетицию перед концертом. Я теперь радуюсь на репетицию вместе с Ниной. Будем красиво сделать. Вдвоем попробуем дать. ЦВИТ 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 А Ксения с подругой уже спешили на концерт, не подозревая, что Марк в это время готовится к своему первому в жизни выходу на сцену. ЦВИТ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Но к этому должны прийти оба Каждый думает, что именно он прав Они оба должны преодолеть этот барьер Марк, вы знаете, а ведь вы с Ксенией действительно дети До меня только это дошло Почему я, будучи младше вас, Марк, конкретно вас Но рассуждаю и ощущаю себя старше Потому что у меня нет родителей Я их потерял А и у вас, и у Ксении есть богатство Ваши родители, ваши родные Ну пусть у Ксении они не без изъяна Но я уверен, что в каждом человеке изъян есть Но вы так рассуждаете легко И вы, и Ксения Просто потому, что вы знаете, что вам всегда есть куда идти Вы всегда спрячетесь к родителям В родительский дом А вы сейчас как будто отрекаетесь И я говорю сейчас конкретно вам, Марк В этой студии за сегодняшний вечер Для меня самое важное, самое ценное и дорогое Были слезы вашего отца Меня не интересует ничего другое Он человек, который способен не скрывать эмоций Мужчина настоящий Он способен чувствовать И мне бы очень хотелось, чтобы вы этому научились у него Тогда ваша жена Ксения научится у вашей матери смирению Покорству Спокойствию А пока вы просто шалунишка Шалунишка В этой студии со мной Человек, который меня старше Для меня шалунишка А вашему отцу Низкие поклоны Вашей матери Я на этом месте тоже должен сказать спасибо Потому что у меня многое на сердце Я хочу, чтобы они все-таки остались с семьей Марк, вот То, что ваш тец плачет Это результат вашей гордыни И ваших заявлений Что я такой, какой я есть Это проще всего сказать Сложнее всего что-то сделать Для близких Сейчас вы пошли на уступки Марк пел для Оксаны Оксана так слушала Это вы были такие счастливые Вы были такие красивые Вы любили друг друга Вот там на концерте у Нины Матвиенко Так любите друг друга Идите на уступки И тогда вы сохраните свою семью Поцелуй нам, как поцеловал Тав Поцелуйтесь Горько, горько, горько Горько, горько, горько Поднимай меня, спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, пообещайте друг другу Ксюша Ну тоже, смотри, какая ты милая Ну, сними с себя этот кожух В конце концов Ты такая милая, красивая Да, я рада снять Я понимаю, что вот не доходит все Где-то там барьер стоит Вам нужно идти друг другу навстречу Всем идти, не босиком Туфли нужны, Марк Купите жене туфли Пускай успокоятся А дальше я и объяснил, что делаем с этим Спасибо вам большое, что пришли к нам АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Может ли быть крепким и смешанный брак? Давайте узнаем у наших героев Для которых происхождение любви не помеха Встречайте, Леон и Ксения АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, присаживайтесь Здравствуйте Мы здесь говорим о межнациональных браках Скажите, почему вы выбрали такого мужа? Вы знаете, наверное, меня просто этот человек Покорил своими внутренними качествами Я смотрела не на внешность Мне как бы не принципиально Это камеронец или это украинец Если это хороший человек Если он мне подходит по моему характеру Если он уважает меня И если он вызвал у меня какие-то чувства То я думаю, что я не упущу этого человека Леон, а что вас привлекло в вашей жене? Я живу с ней Я ее люблю Зачем я буду взять африканская девушка, чтобы жениться? Ксения, а скажите, вы хотели мужа иностранца или вам было все равно? Я вообще слабо себе представляла, какой мой муж будет И точно не представляла Леона, я вам честно скажу Вот, но как бы у меня был какой-то образ, да, вот идеал Что он будет порядочный человек, что он будет честный, что он будет добросовестный И когда я это в нем увидела, то есть, ну... Было ли что-то между вами, что мешало отношениям? С какими трудностями сталкивались и как их преодолевали? Ну, конечно же, сначала, наверное, были проблемы с родителями Чьими? Как с моей стороны, так и со стороны Леонелла Потому что, ну, папа у меня держался молодцом Он все свои переживания там у себя внутри как бы скрывал Но мама, она Леону не доверяла и как бы не утаивала этот факт от меня А потом, конечно, когда Леон сказала Почему мы не едем к твоим родителям знакомиться? И мы поехали знакомиться, он их, конечно, просто обаял И даже бабушку с дедушкой А бабушка его накормила холодцом, от которого он не мог отказаться Потому что знал, что если откажется, бабушка его не полюбит А в Камеруне не любят холодец? Нет, такое нет в Камеруне Они не успевают просто в Камеруне Ну, а что у меня нет выбора Если бабушка говорит, кушай, надо кушать Закрывай глаза и кушай просто А вы как познакомились с родителями Леона? Сначала я, конечно, пообщалась с ними по телефону На своем непонятном французском Потому что я вот только-только сейчас начинаю осваивать Но, знаете, не так важно, что мы говорили друг другу Сколько эмоций, которые мы передали Даже не понимая, может быть, окончательно, что хотели друг другу сказать Ну, честно, надо тоже сказать, что каждый день папа тоже говорит, что она должен тоже учить французский язык Или какой-то язык, чтобы с ними больше общаться Поэтому она уже говорит, что в следующем месяце уже будет идти на курс французский язык Чтобы с папой, с мамой, с родителями будет нормальный разговор Ну, опять же, это не только потому, что мне папа так захотел А потому, что я этого хочу У вас есть дети? Мне это интересно Нет Пока что нет Они гражданами какой страны будут? Кто? Дети? Дети, да Ну, там, где будем жить, той страны гражданами А где вы планируете жить? Мы еще не знаем, окончательно не решили этот вопрос Но я думаю, что это будет не проблема Главное, что мы будем вместе А где жить, это вопрос Может быть, в Камероне будем жить А может быть, в Украине Марк Марк Вот вы видите отличия между Ксенией и Леоном и между вами? Ну, посмотрим, так как и будет, так и будет у вас Мы просто готовы идти на компромиссы Я просто Мы сначала договорились, что дети будут православные Что они получают немецкий паспорт А знаете, вот еще, что я отметил? Это уважение к родителям Вот к роду Сказали кушать холодец, значит, надо кушать Надо кушать холодец Да, сказали выпить рилочка И вот мне сейчас кажется, что уважение Оно либо является чертой человека, либо нет Оно не может быть избирательным Можно я скажу, Дим? Вот я смотрю на две пары Ну, классные И одна пара, и вторая пара Но, есть разница Эти, дамы и господа, любят друг друга, а эти нет Вот разница в чем Почему, Дима? Ну, чувствую, ну, клянусь Вот они любят друг друга А Марк и Ксюша Ну, если взять нас во время, когда мы только познакомились Это тоже было бы совсем по-другому Когда они проживут вместе еще четыре года Они тоже станут вместе Не считай время, не считай, прошу тебя Мы уже встречаемся три года И вот поженились два месяца назад Три года встречаются А Ксюша, а где вы познакомились с Марком? Сори Через сайт знакомств Сайт знакомств А вы где познакомились, друзья? Я шла на тренировку с вот таким вот багажом снаряжения И увидела Леона А он меня приметил И он подошел, спросил номер телефона Как-то завязался разговор И так вот А сумку поднести помог? Вот разница, что эта девушка не искала своего парня Не искала А ты, получается, Ксюша искала, да? Ну, ничего Ну, конечно, мне 26 лет Все сестрички младше меня уже выскочили замуж А я? Ксюша, ну, мне нравится, что ты стала отстаивать идею Что любовь была, есть и будет Я хочу, чтобы ты жестче ее отстаивала И чтобы вы из этой студии вышли с вот такой мыслью Что, заметьте, как только вы начинаете обсуждать То, кому кто сколько должен Лица меняются, страсти накаляются Как только вы вспоминаете, кто кому что сделал хорошее У вас сразу быстро налаживается общий язык И все вы видите Да вы выглядеть по-другому начинаете Выражение лица меняется Поэтому чаще фокусируйтесь на хорошем На позитивном, на приятном Вот, и я считаю, что все-таки ответственность за атмосферу в доме Это ответственность женщины Вот лучше пол не дотереть, но мой зайчик сказать Вот я лично делаю так Если вы вышли замуж за иностранца не по расчету, а по велению сердца Сохранить семейное счастье помогут три простых совета Проявляйте терпимость Будьте открыты новому опыту И принимайте партнера, уважая его привычки и учитывая его менталитет С вами был Дмитрий Карпачев Вы смотрели пост-шоу проекта «Спасите нашу семью» Любите друг друга АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ